Когда мы находимся в связи с человеком, то наша возможность... Ну, скажем, если мы желаем ему во благо, нам остаётся выяснить, что нужно ему для блага его и его отношение к нам. То есть, скажем, я хочу дать кому-то что-то, что есть у меня, я думаю, что это ему поможет, а он говорит, оставь меня, мне это не нужно. То есть характер этого диалога между тем, что он, скажем, помогает и должен получить помощь, это отношение того, что он получает помощь. А здесь он нам говорит, что Творцу этого не нужно, ему не нужно наших одолжений, не нужно наших работ, тогда в соответствии с чем, с какими критериями, с каким отношением, которое мы даём или нет, Творец может нам дать благо, исправление или наказание, если это нужно. Картину, которую ты нарисовал, мне незнакома. Есть категория, которая называется «отдача». И по отношению к ней, ты должен проверять себя, измерять себя. Для того, чтобы у тебя была какая-то связь с этим, дают тебе всегда разные понятия, близкие тебе, которые не имеют отношения к свойству отдачи, но относятся к твоему эго. Насколько сможешь вещи близкие, которые тебе специально делают, очень близкими, когда тебе вот очень важны они, чтобы ты сможешь оторвать их от себя и оттолкнуть, отдалить. И в этом ты начинаешь узнавать, что такое свойство отдачи. А значит, ты не сможешь узнать, познакомиться с ней. Только отдаляя понятия, которые я чувствую близкими себе. Насколько близкими? Это уже зависит от того, насколько человек уже продвигается. Пока. До всего. И в этом ты приближаешься к Творцу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...